Хороший сбор получился. Самое главное, что нас погода не подвела. Там была прекрасная хорошая погода. И кроссы были, и интервалки. Базовый период, который был намечен, весь в объеме выполнен полностью. Сданы и нормативы, и отдавали. Справлялись с нагрузкой как и самые молодые, так и уже более опытные ребята? Ну, могу сказать, сначала там немножко были, но в концовке уже все втянулись, и команда выглядела очень хорошо. В этот период, можно сказать, закладывался основной фунтамент в подготовку? Ну да, в общем-то это базовый период, который закладывался в фунтамент, на который потом команда играет весь сезон. Потому что теперь у нас уже идет специальный, базовый специальный период. Здесь на льду уже мы начали второй день, уже вышли на лед. Сначала сейчас у нас техника одна идет, дня три-четыре будет техническая подготовка. Это владение коньками, клюшкой. Это надо навыки все вспомнить, чтобы ребята вспомнили. А дальше уже пойдем дальше. По тактике, подготовке для игр. У нас заложены были две игры, 9-го и 10-го числа. Но Берцов, в общем-то, отказался играть, потому что у них турнир до 6-го числа. А 13-го числа начинается Новосибирский турнир. По 18-й. Они тоже там участвуют, и мы участвуем. Время для подготовки тоже у них очень мало. Мы сейчас ищем партнеров, чтобы сыграть в три игры. То есть для Новосибирска все-таки возможно, что с кем-то... Хотелось бы, очень хотелось бы. Посмотреть ребят уже в игре. Ребята проводят первые ледовые занятия. Как они отнеслись к выходу на лед? Долго ли ждали этого события? Все хоккеисты ждут льда, как всегда. Потому что подготовка – это уже основной вид. Это профессиональный вид. Хоккей, лед, игра. По первым занятиям у вас какое сложилось ощущение? Не забыли ребята, как играть в хоккей? Ну, немножко, конечно, навыки они упущены. Потому что перерыв, в принципе, получился где-то два с половиной месяца. В некоторых три месяца. Навыки, конечно, сейчас будем становиться. А насколько интенсивна сейчас будет работа, поскольку тренировок в день? Будет земля, и вот, да. Что касается предстоящего сезона, вы за известный чемпионат успели ли посмотреть? Посмотрел, уже вчера, уже посмотрел. Ну, как обычно, мы играем немножко так в своих зонах и все остальное. Хотелось бы поиграть и в московской зоне, ну, там, и на западе. Хотелось бы все команды хотя бы по одной игре поиграть, в круг. Ну, съездить и себя показать, и других посмотреть. Ну, так сложилось, что мы, в общем-то, как были в своей зоне, так и остались. Это центральная, повоза. Что касается капитана команды на предстоящий сезон, будет ли он выборным или назначить тренера? Пока не могу сказать. Посмотрим на играх, два турнира, все будет видно, в общем-то. Лидеров кого-то сейчас можно отметить в коллективе? Нет, у нас команда. Лидеров сейчас не могу никого отметить. Все работают, все стараются, потому что он и драфтованный. Сейчас Лев покажет, что, куда, зачем, как, кто будет готов, кто готов будет играть, или кто-то будет готов только тренироваться. У нас много молодых, и 97-й год, там, а это много ребят. Так что... Спасибо. 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 Спасибо.